Приступаем к детализации коробки. На этом достаточно простом объекте мы рассмотрим основы полигонального моделирования, а также поднастроим интерфейс 3ds Max для максимально комфортной и эффективной работы. Мы не будем углубляться, серьезно углубляться в строение оконной группы. Нам необходимо только воссоздать вот эти вот элементы, которые видны на картинке. На рендере не будет никто разбираться, пока мы не делаем виртуальную прогулку, пока мы создаем фактически 3D сцену, которая дальше будет переведена в статичный рендер, статичную, красивую, реалистичную визуализацию. Но она будет статичной, именно статичной. То есть нельзя будет подойти к раме, посмотреть на ее детали. Мы будем просто показывать заказчику, потенциальному заказчику саму картинку. И качество этой картинки будет зависеть от тех параметров, которые мы будем задавать. И здесь вы видите, что окно засвечено, и детали, каких-либо серьезных деталей не видно. Поэтому мы с вами будем создавать все достаточно примерно. Единственное, что вот эти ставни мы можем немного продетализировать. Но для этого опять же я советую найти отдельный референс, отдельные картинки в Яндексе, в Гугле, для того, чтобы было видно, как их можно проработать. То есть все опирается, на самом деле, друзья, все опирается именно в референции, в примеры. То есть когда происходит какое-то недопонимание между заказчиком и исполнителем, когда возникает недопонимание между моделером и текстурщиком, например, либо директором студии и исполнителем, опять же, да. То есть вот это недопонимание в основном зависит от референсов, от технического задания. Когда есть техническое задание, когда есть корректные референсы, когда есть корректные примеры, то многие нюансы по взаимодействию просто уходят. Но пока мы вот по этому референцию работаем. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо конвертировать бокс. Я сейчас перейду в окно перспектива. Viewport. С помощью горячей клавиши P переведу в перспективу. И максимизирую с помощью горячей клавиши Z. Далее нажимаю на колесико мышки, перемещаю. И прижимая левое колесико мышки и клавишу Alt, я вращаю вот этот бокс. Все достаточно просто. И мы это с вами уже проходили. Где у нас будут окна? Я думаю, что окна у нас будут вот здесь. Окно. Вернее, не окна, а окно. Вот оно здесь. Соответственно, для того, чтобы создать вот это окно, нам необходимо создать для него полигональную и реберную основу. Как это можно сделать? Я пока нарисую. Давайте поближе вот таким вот образом настрою Viewport. Снова включу рисовалку. И с помощью ребер покажу вам, как нам нужно будет разбить. Да, вы видите. Давайте вернусь к референцию и продемонстрирую еще раз. Вот. В другой программе. Что у нас здесь есть? Небольшие отступы сверху. У нас есть небольшие отступы. Но, скорее всего, там есть снизу для подоконника. Ну и, соответственно, сбоку у нас стены идут. Поэтому нам необходимо сделать, создать ограничители, так называемые, да, в виде ребер. На данный момент у этого объекта есть ограничители угловые. Вот они, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть из шести полигонов данная модель создана. Сейчас я включу зарядку. Из шести объектов модель создана. Из шести полигонов. И вот эти вот ребра, они являются фактически ограничителем. Но сейчас мы еще больше будем углубляться в терминологию, что такое точки, что такое ребра, что такое полигоны. Поэтому не пугайтесь. Сейчас разберемся. Так вот. Нам для того, чтобы создать окно, что необходимо сделать? Создать верхний ограничитель. Вот такой вот, да. И желательно это сделать по всему периметру нашей сцены. Можно, в принципе, пока только по этой плоскости. Но в дальнейшем для работы с объектами, так скажем, продвинутой работы с объектами, я советую по всему периметру создавать. Особенно, если объект будет подвергаться смуфированию, то есть сглаживанию. В данном случае у нас объект не будет сглаживаться, поэтому мы можем только по одной плоскости создать. Почему я сразу про это говорю? Потому что 3D Max и вообще трехмерные модели, они должны состоять в основном из трехугольников и четырехугольников. Если у нас присутствует пятиугольник, десятиугольник, восемнадцатиугольник, это не есть хорошо. И любой игровой движок просто может выкинуть ошибку при импорте такой модели. Поэтому старайтесь, чтобы ваши полигоны, да, если мы создадим, вот снова нарисую, если мы создадим только вот эту линию, получается, что вот этот будет четырехугольник, этот тоже четырехугольник, а вот этот уже, вы понимаете, да, здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пятиугольник, да? А если мы создадим еще и вот это ребро, то у нас получится, что этот уже шестиугольник, да? То есть шестиугольник. Но еще раз повторяю, на данном этапе это не критично. То есть пока мы не сглаживаем модель, пока мы не импортируем ее в игровой движок. Поэтому мы можем пока создавать именно по одной плоскости. Но на будущее имейте сразу у себя это в голове, что многоугольники, многоугольники не принимаются большинством программ. Так вот, мы создаем верхний ограничитель, создаем нижний ограничитель с помощью специальных инструментов, я вам сейчас их продемонстрирую, и создаем боковые ограничители. То есть в итоге, в итоге у нас получается вот такая вот плоскость, которую мы можем, например, детечить, можем вообще удалить, можем детечить, то есть оставить, отделить, отделить от общей массы коробки, да, и потом превратить в окно, и превратить, например, в набор рам. И плюс еще нам желательно вот этот, вот этот объект, вот эту крышку тоже от детечит для того, чтобы сразу видеть, отделить, да, то есть вверх вот таким вот образом отделить, для того, чтобы сразу видеть объем интерьера и с ним работать. Так вот, как мне это сделать? Как мне теперь эти манипуляции произвести? Для этого я должен конвертировать объект, вот этот бокс, в редактируемый полигон, так называемый, в редактируемый полигональный объект. Сделать это можно двумя способами. Первый способ это правый, щелчок правой клавиши мышки. На объекте я щелкаю правой клавиши мышки, вот здесь в самом-самом низу выбираю конверту, и выбираю конверту editable poly, конвертация в редактируемый полигон, если дословно переводить. Вы сразу можете заметить, что справа на командной панели у нас вместо бокса появилось editable poly, да, название вот ушло, про что я говорил. То есть если я сейчас второй метод покажу, мы сможем проследить всю историю, но если вот таким вот образом мы конвертируем, то история вся уходит. То есть мы не можем вернуться к свойствам объекта, мы не можем изменить линейные параметры, мы не можем изменить количество полигонов и так далее, и так далее. То есть мы этого уже не можем. Я вам показываю сейчас, к тому же, кстати, вы видите, что мы не задаем количество полигонов в автоматическом режиме, мы их вручную сейчас будем резать, для того, чтобы у вас сразу понимание пришло, как работать с точками, ребрами, полигонами. Но вот эта конвертация с помощью правой клавиши мышки, она удаляет всю историю. Поэтому я ее не советую делать. Я ее советую делать только тогда, когда вы хотите отдать модель кому-то другому, либо, например, разместить на какой-то сайт для продажи, либо отдать человеку, которому вы отдаете модель и не хотите, чтобы он изменял ее. Вы конвертируете правую клавишу мышки, вы редактируете полигон, и все-все-все манипуляции с этим объектом, они исчезают, они нивелируются. Вот, но зато появляются уровни. У нас появляется первый уровень точек, у нас появляется второй уровень ребер, появляется уровень сегмента, появляется уровень полигона и совокупности полигонов. Мы с вами будем работать с тремя основными, только с тремя, да? Пока тоже не пугайтесь, мы будем максимально сейчас оптимизировать свою деятельность. Вот, но я не буду рассказывать вам при такой конвертации, я лучше вам расскажу второй способ, который, на мой взгляд, намного более правильный, с какой-то стороны, да? Более эффективный, так как мы сохраняем историю. Я сейчас нажимаю на Ctrl-Z, снова вы видите, у меня на командной панели появляется бокс, и применяю поверх бокса, назначаю специальный модификатор, который называется Edit Poly, с помощью которого мы конвертируем данный объект в редактируемый полигон, то есть получаем доступ к ребрам и точкам. Вы видите, что сейчас доступа никакого нет, то есть мы не можем изменять ни точки, ни ребра, не можем их двигать, не можем создавать новые. Для этого нам нужно как раз применить модификатор. Как это сделается? Либо первый способ, мы открываем панель модификаторов в радугу, в радуге, да? Помните, что мы сейчас работаем именно в радуге, не в панели Create, а именно в радуге. Мы открываем список модификаторов, он достаточно большой, обширный. Здесь мы, отсюда мы будем использовать в ближайшее время только несколько, поэтому много запоминать не придется. И выбираем здесь модификатор под названием Edit Poly. Вот он. А я его обведу. Нет, не обведу. Пропадает, вы видите, да? Не могу объяснить, но я думаю, что выделение поможет вам его найти. Вот он, Edit Poly. Применили. И опять же, то есть уже поверх бокса, вы видите, что вот это называется стек. Стек модификаторов. В стеке у нас поверх бокса появился инструмент Edit Poly. И у нас появляются, соответственно, уровни для доступа к точкам, к ребрам, полигонам данного объекта. Второй способ, вот этот второй, во втором направлении, второй подспособ, это применение с помощью кнопки. Мне он нравится. Он, опять же, увеличивает еще, еще больше скорость, увеличивает и еще повышает больше качество работы. То есть, что мне необходимо сделать? Чтобы не лазить вот сюда постоянно, вот в этот список, да? Так как мы, как я уже сказал, несколько будем модификаторов применять в работе. И чтобы сюда не заглядывать, не искать, туда не вглядываться, есть в 3D Max очень замечательная функция демонстрации кнопок. Для того, чтобы их показать, я нажимаю правой клавиши мышки на панели модификаторов, на этом листе правой клавиши мышки. И здесь выбираю кнопку Show Buttons. Выбираю функцию Show Buttons. Показать кнопки. И эти кнопки появляются. Но вы видите, что среди них нет пока той, которая нам нужна. Для того, чтобы сконфигурировать эти кнопки, да, и, соответственно, здесь показать только те, которыми мы будем пользоваться, я нажимаю снова правую клавишу мышки и выбираю первую функцию Configure Modifier Sets. Конфигурация вот этих стеков модификаторов. Перед нами появляется плавающая панелька. Очередная плавающая панелька. Я надеюсь, что вот с таким поэтапным обучением вы не запутаетесь в них. И здесь далее мы просто-напросто берем, находим вот в левом списке, да, в списке модификаторов, находим тот модификатор, который нам нужен, и перемещаем его на одну из кнопок. Все очень просто. С зажатой левой клавишей мышки. Цепляемся за Edit Poly. Перемещаем вот сюда вот. И у нас появляется эта функция на кнопке. И после того, как мы сохраним, она, соответственно, появится и в командной панели. Сюда же я перемещу, например, Edit Spline. То есть мы будем редактировать сплайны. Сюда же я перемещу Band, например, да, тот, про который я немного уже рассказывал. Тот, который изображен на панели модификаторов. Сюда же я перемещу, давайте посмотрим, что нам сейчас пока понадобится. Extrude, к примеру. Экструдирование. Тоже модификатор интересный нужен. Сюда же я перемещу Box. FFD Box. И увеличу количество кнопок. Давайте поставим их 12, например, да. Вот в этой вкладке Total Buttons увеличиваем до 12 для того, чтобы разместить те модификаторы, с которыми мы будем работать. Чтобы нам их сейчас не запоминать. А они у нас будут всегда здесь на этих кнопках. Но, друзья, сразу замечание. Если вдруг вы перезагрузите 3D Max и у вас эти кнопки не сохранятся, тогда нужно запустить 3D Max от имени администратора. То есть, щелкнуть на его иконке правой клавиши мышки и нажать запуск от имени администратора. И после этого тогда вот эти кнопки включать. Потому что бывает защита у Windows, что сохранение параметров программы не происходит без запуска от имени администратора. Так. Latest. Да. Сюда. Как меня студенты называют. Laza. Latest. Пока не будем трогать. Mirror. Mirror. Давайте Mirror сюда разместим. Да. Зеркало. Я думаю, что вы представляете, как это переводится, как этот термин переводится. Проходим поэтапно. Shell. Раковина, да. Ракушка переводится. Ripple пока не будем трогать. Sweep. Давайте Sweep сюда перенесем. Sweep. Что нам еще нужно? Symmetry. Симметрия. Давайте Symmetry вместо Mirror. Нам он часик пригодится. Turbo Smooth. Вот этот очень интересный модификатор. С ним обязательно мы поработаем. Совсем скоро. И я думаю, что все. Пока все. Одну кнопку мы оставим пустой. Я не буду вас путать. Задам 11 клавиш. Нажму ОК. Вот. Кстати, FFD Select. Мы можем Turbo Smooth перевести сюда на FFD Select. А этот удалить. Я вам советую. То есть я, видите, сейчас задаю фактически набор. Вот просто по списку, да. Прохожу и смотрю, какой набор модификаторов нам с вами нужен будет. Да. С вами. Но когда вы приступите к профессиональной деятельности, у вас будет свой стэк. Вы будете знать, какими кнопками мы в основном работаете. Этот стэк вы, например, будете сохранять в конфигурации вашего 3D Max. Вот опять же, почему удобно работать в одной версии. Эта версия максимально безглючная. Максимально для меня уже и привычная. И для всех, и студентов, и большинство компаний, которые их встречаю, работают именно в этой версии. Плюс еще в 14-е. 14-е тоже является очень стабильной, очень интересной. Так вот. Мы с вами задали. Да, вот эта кнопка я могу убрать. ОК. У нас получилось 10 кнопок. Пока. Которых нам вполне будет достаточно для того, чтобы производить основные манипуляции. Нажимаю ОК. И мы видим, что эти кнопки появляются у нас вот здесь справа. Единственная, еще одна небольшая доработка по интерфейсу. Это создание двух колонок вот этой нашей командной основной панели. Я сейчас прижимаю левую клавишу мышки вот сюда, вот за границу. За границу между viewport и между командной панелью. И тяну влево. И мы видим, что у нас появляются две колонки. Вот она. Первая колонка и вторая колонка. Вы сейчас увидите, для чего я сделал. Для того, чтобы нам все инструменты по редактированию полигонов у нас здесь были видны. Теперь я нажимаю вот здесь. Нам не надо теперь заходить в стек модификаторов, искать. Я просто нажимаю с выделенным объектом box. Я просто нажимаю на edit поле. Динц. Нажал. И у нас сразу появилось две колонки свойств. Снова много клавиш. Ничего страшного. Со всеми из них мы не будем сейчас работать. Незачем. Только с некоторыми. И только совсем важные нам понадобятся. Теперь что мне необходимо сделать. Я вам рисовал. Нам необходимо разделить вот этот полигон на несколько других полигончиков. Фактически вот этот один полигон превратить в несколько других. То есть у нас сразу будет здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять полигонов. Представляете, один мы должны разбить на девять. Как это сделать? Делать это с помощью уровней. С помощью вот этих вот точек. С помощью ребер. С помощью полигонов. Пока я вам буду показывать только три этих уровня. Первый, второй. И пусть это будет третий. На самом деле он четвертый. Но у нас будет пока третий. Горячие клавиши. Один, два, три, четыре, пять. Видите, что я сейчас на клавиатуре перемещаюсь между ними. И мелькают вот эти все. Нажал на один. Поменялись настройки. Поменялась командная панель. Нажал на два. Снова поменялось. На три. Опять поменялось. Эти все инструменты заточены под определенный уровень. То есть либо уровень точек. Либо уровень ребер. Либо уровень полигона. Либо уровень сегментов. Либо вот он. Бордер. Да, здесь бордер. Ну, по-другому сегменты. Либо совокупность полигонов. Элемент. Но с ними, как я еще раз повторяю, мы пока не будем с вами работать как таковое. Может быть совсем чуть-чуть. Так вот. Что нам дают эти уровни? Я нажимаю на один. Либо прижимаю просто вот на вертекс. Это вершины. Да, либо точки. У нас они подсвечиваются. То есть если мы чуть-чуть поближе сейчас подкрутим наш объект. Они у нас подсвечиваются. Вот он. Синяя точка. И мы теперь точечку, вот эту точечку можем выделить. И все, что угодно с ней сделать. Смотрите. Я ее выделяю. И с помощью обычного инструмента Select and Move. Перемещение. Я перемещаю лево, право, вниз, вверх. Как угодно. По оси. Сейчас главное вернуться на несколько шагов назад. Но вот предположим. Смотрите, в чем фишка того модификатора, который мы применили. И в чем отличие между конвертацией в редактируемый полигон. То есть я сделал, изменил объект. Потом, например, я захотел подвигать сразу две точки. Как подвигать сразу две точки? Подвинуть. Например, влево. Перейти на уровень ребер. Выделить ребро. Вот это, например. Вот оно, ребро. Вот смотрите, на него нажимаю. И начинаю движение. Уже двигаются две точки, которые объединяются за счет этого ребра. За счет присутствия этого ребра. Как подвинуть полигоны? Перехожу на уровень полигона. Выделяю полигон. Он подсвечивается, опять же, красным цветом. И снова могу двигать. Все, что угодно делать. Двигать, вращать, масштабировать и так далее. У нас уже из бокса получился вот такой вот объект. Очень странный объект. Не совсем то, что нам нужно. Но для демонстрации, я думаю, что вполне съедобно. Но и здесь возникает вопрос. То есть нажимать несколько раз на Ctrl-Z, либо вот на эту функцию, да, Under. То есть шаг назад. Ну, проблематично достаточно. Да, и не всегда количество шагов позволяет вернуться на определенный этап. Поэтому мы можем выйти из редактирования. То есть мы можем нажать вот на полигон активный. Вы видите, что синим подсвечивается непосредственно наш вот этот объект. Кстати, есть еще другая цветовая схема у 3D Max. Но мы пока с ней не будем разбираться. Позже, может быть, я покажу в качестве бонуса, как на нее переключиться. Если вам оно понравится, да. То есть вам может оно понравиться, потому что темный цвет, темный вьюпорт, он не всем подходит. Вот поэтому, если вдруг вы прямо вот скажете, нет, не хочу работать, вы сможете переключиться на серый цвет. И тогда здесь будет выделение чуть-чуть другим цветом. Так вот, сейчас темно-синим выйдете выделено. Темно-синим. Если я активирую этот поле, он подсвечивается просто рамкой и появляется выделение, например, да. То есть если у вас выделен полигон. Если я выхожу из редактирования полигона, то он подсвечивается рамкой. Я могу уже перемещать, либо масштабировать весь объект. Вы видите, да. То есть разница между уровнями. То есть когда мы заходим внутрь как бы объекта, да. То есть мы начинаем дергать за его элементы. Да, фактически. Фактически это то же самое, когда мы входим в структуру, да, объекта. То есть вот у меня есть цитрать. Да, снаружи я могу ее перемещать. Могу перемещать как угодно. Я не могу внутрь зайти, да, пока я ее не открою. То есть я ее открываю и получаю доступ к листам. Получаю доступ к информации, которая там содержится. То же самое касается и вот в данном случае бокса. То есть когда я применяю модификатор EditPoly и захожу в его свойства, я получаю доступ к внутренним функциям этого объекта. То есть к возможности изменения. Да, я могу писать в тетради, могу рисовать. То же самое здесь. Мы проникаем внутрь и начинаем изменять структуру объекта. Можем вообще страницу удалить. Можем часть удалить, да, страницы. То же самое здесь с боксом происходит. То есть мы можем все что угодно с ним делать внутри. Но сейчас нам нужно вернуться к основному боксу, удалить этот модификатор. Это делается достаточно просто. Либо переместить, либо нажать вот на это ведро, которое ниже находится, чуть-чуть ниже стека модификаторов. Либо нажать правую клавишу мышки и здесь выбрать Delete. И вы видите, что мы возвращаемся к исходному нашему объекту, неизмененному. Теперь снова можем назначить edit-поле. Да, здесь можем, кстати, поменять параметры. 5000, 5000 поставить, например, 6000 или там height, высоту поставить, 7000, как угодно. Но в любом случае мы смогли вернуться, да. То есть если бы мы сконвертировали правые клавиши мышки, мы бы этого сделать не смогли. То есть у нас конвертация прошла, все. И мы сделали больше 20 шагов. Количество шагов тоже задается в свойствах программы, можно задавать. Но я вам советую с помощью модификаторов, с помощью вот этой истории, да. То есть стек модификаторов позволяет сохранить нам историю. Историю работы с объектом. Я снова сейчас назначаю edit-поле. Передо мной появляются вот эти уровни. И теперь давайте попробуем. Попробуем. Я показал, как работать с точками и с ребрами. Вот на таком самом простом примере. Теперь нам нужно уже более конкретно произвести манипуляции. Во-первых, создать ребра. Во-вторых, взять полигон, от-детечить и крышку от-детечить. То есть разделить объект на несколько частей. Как это делается? Во-первых, нам необходимо перейти на уровень ребер. Перехожу на уровень ребер и выбираю вот это ребро и вот это ребро. Пока вы просто повторяете за мной, без углубления. Потому что по каждому из этих методов существует несколько способов реализации. Я вам показываю самые-самые действенные. Самые эффективные на данный момент. Есть разные еще варианты, но нам они пока не нужны. Вы потом будете в них погружаться, если захотите расти в сфере 3D-графики, виртуальных технологий. Сейчас нам будет достаточно следующих инструментов. Я вот здесь нахожу справа функцию Connect, соединить. То есть нам необходимо верхнее ребро и нижнее ребро. Что сделать? Соединить одним ребром. Вообще двумя. Но по умолчанию, если мы просто нажимаем на Connect, у нас создается вот это ребро. Вот оно. Создалось. И мы можем теперь его перемещать, менять конфигурацию. Например, сделать крышу у домика. К примеру. Но нам необходимо здесь два ребра. Поэтому я нажимаю на Ctrl-Z два раза. Потому что я перемещал. У вас, скорее всего, один раз необходимо нажать. И нажимаю на табличку рядом с Connect. С Connect есть маленькая табличка. Чуть позже я вам покажу вот эту замечательную панель. Давай, открывайся. Вот она. Панель Ribbon. С помощью нее тоже можно производить модификацию объектов. Во время того, как мы зашли. Вот видите, я зашел. Вышел. Панель поменялась. Снова зашел. Она опять же поменялась. В зависимости от уровня. Но мы пока ее трогать не будем. Мы пока разбираемся с фундаментальными основами работы в 3D Max. Так вот. Мы нажимаем на табличку рядом с Connect. Перед нами появляется вот такая вот плавающая панелька. И здесь мы задаем количество ребер, на которые мы хотим разделить. То есть, каким количеством ребер мы хотим соединить верхнее и нижнее ребро. Два. Соответственно, все правильно? Правильно. Ниже находятся свойства, с помощью которых мы можем раздвинуть эти ребра. Вот видите, я прижимаю левую клавишу мышки и вращаю. То есть, вправо, в центр. Там по сторонам, в центр. Я думаю, что нам вот такого размера пока хватит. Такой ширины. Потом мы это все сможем откорректировать. Это вполне реально. То же самое есть. Еще одна функция. По перемещению вот этой совокупности ребер, на которые мы разделяем этот полигон. Мы пока эту функцию не трогаем. Мы ей позже воспользуемся. Теперь нажимаем на галочку. То есть, окей, подтвердить. И у нас остаются эти ребра. Еще раз показываю, что мы можем переместить их. Например, настроить объект. Уже, например, создать вот такую крышу. Да, если вот таким вот образом посмотреть на домик. Либо эркер у интерьера. Все что угодно. Нам пока нужен максимально простой результат. Теперь нам необходимо соединить вот эти ребра. То есть, нам необходимо создать вот здесь ребро и вот здесь ребро. То есть, соединить вот это ребро, вот это ребро, вот это ребро и вот это ребро. Это очень важно. Почему я все четыре обвел? Первое, второе, третье, четвертое. То есть, если вы выделите только первое и четвертое. И нажмете на connect, у вас не произойдет соединение. Да, как соединить? То же самое, что вы положите у себя на столе, например, какой-то объект, ну пусть вот стакан с водой, да, и через него попробуете прокатить шарик. То есть он, естественно, ударится и отскочит, да, мячик не получится. Фактически здесь то же самое. То есть для того, чтобы нам соединить, нам необходимо выделить все четыре ребра. Для этого я прижимаю Shift на клавиатуре и с Shift выделяю вот эти ребра. Можно с Ctrl. Shift здесь создает так называемый луп. Да, позже мы про это тоже говорим. С Shift можно автоматически выделить все ребра по кругу. Можно с Ctrl. На данном этапе можно с Ctrl. Ctrl прижимаю и все четыре ребра выделяю. Теперь я должен нажать на Connect. Нажимаю на Connect, на табличку рядом с Connect. Создается опять же два ребра и я их вот таким вот образом разношу. То есть у нас получается, можно чуть-чуть, можно чуть-чуть. Так, здесь два ребра. И чуть-чуть оставляю пространство и сверху, и снизу. Нажимаю ОК. Замечательно. Мы получили, да, мы получили фактически девять полигонов. Разбили вот этот один полигон на девять. И мы получили результат. Теперь для того, чтобы вот здесь в этой коробке получить окно, нам необходимо перейти на уровень полигонов. Либо нажать на командные панели, вот на эту функцию. Либо нажать на горячую клавишу 4 на клавиатуре, выделить вот этот полигон и его отсоединить. Если мы просто будем перемещать, мы видим, что у нас цепляются все точки и ребра, которые связаны с этим полигоном. А полигон является совокупностью точек и ребер. Нам нужно его detachить, то есть создать отверстие в этом интерьере. Для этого есть отдельная функция, которая называется detach. Отсоединить. Мы ее ищем. Вот она. Давайте тоже обведу. Нажимаем. И вы видите, что у нас данный объект становится неактивным. То есть он становится серым. Если мы выйдем из редактирования, очень важно выйти из редактирования, либо нажать на полигон. Нажимаем, да, загорается синим цветом, ярким. Либо на самом детполе нажимаем. То есть мы выходим из редактирования нашего объекта. Выделяем вот этот объект. И можно его теперь двигать. Видите, что мы его чуть-чуть можем отодвинуть. Получить следующий результат. Замечательно. Здесь есть несколько моментов. Давайте я вам продемонстрирую, как создать небольшой откос. Например, да. Я сейчас нажму несколько раз Ctrl-Z. Отменю detach. И снова выделю этот полигон. И его чуть-чуть вдавлю. Вернее выдавлю, да. То есть сюда, на нас. Для этого что мне нужно сделать? Мы не будем пока создавать толщину для стен. То есть это тоже вы позже будете изучать. Мы пока создаем просто вот саму иллюзию. Да, фактически иллюзию того, что у нас есть интерьер. Да, с определенной конфигурацией. С определенной толщиной. Так вот, толщину мы... Я тоже покажу, как толщину задать. Здесь огромное количество способов. Сейчас мы изучаем вот самый-самый такой быстро и эффективно для того, чтобы визуализировать композицию. Так вот, я ищу функцию Extrude. Нажимаю на нее. И вот таким вот образом тяну. Давайте поближе. Вот так приближу. Пододвинусь. И тяну. Вот сюда внутрь, как вы видите, создается стенка. Создается стенка. Либо нажимаю на табличку рядом с Extrude. Давайте лучше через табличку поработаем. Чтобы более было эффективно и заметно. И выдавливаю на определенный... Например, на 100, на 200 миллиметров. Пусть будет 200 миллиметров. Ок. И нажимаем опять же на подтверждение. Мы получили вот такой вот откос. И внутри интерьера мы тоже сейчас его заметим. Мы его увидим. И теперь уже нажимаю на кнопку Detach. Нажимаю на Detach. Ок. Отсоединился. Отсоединил данный полигон. Выхожу из этого поля. Активирую с помощью инструмента Select and Move. И отодвигаю немного в сторону. Но мы видим, что у нашего вот этого объекта точка перемещения. Она находится далеко. То есть не очень удобно. Не очень комфортно работать с объектом. Вот с таким параметром. То есть точка осталась с точкой бокса. А нам нужно, так как мы отделили теперь этот объект. Мы можем, кстати, его назвать Window. Window. Называем Window вот здесь. Здесь вот. Там, где мы писали Walls. Мы называем на Window. Вот это окно. Нам желательно вот этот пивот выстроить по его центру. Для этого мы осуществляем очень простую манипуляцию. Переходим в Иерархию. Нажимаем на... Это третья, третья по счету на командной панели вкладка. Переходим в Иерархию. Нажимаем на эффект Pivot Only. Center to Object. И у нас происходит выравнивание пивота по центру нашего объекта. Еще раз. Эффект Pivot Only. Center to Object. То есть выравнивание по центру объекта нашего пивота. И возвращаемся в панель во вкладку модификаторов. Все. Теперь нам удобно и комфортно перемещать данный объект. Теперь давайте отдетечим непосредственно саму крышку, потолок. Для этого мне необходимо снова перейти, выделить бокс. Перейти на уровень полигонов. Выделить вот этот полигон. И нажать на клавишу Detach. Detach. Выйти из редактирования edit-поля самого бокса. Опять же выделить потолок. Перейти в Иерархию. Эффект Pivot Only нажать. С Center to Center to Object. Перейти в модификаторы, чтобы отменилось перемещение пивота. Кстати, пивот мы можем перемещать и вручную. То есть мы автоматически нажали на клавишу Center to Object. И он выстроился по центру объекта. Но мы можем вручную его перемещать. Например, вот сюда на край. И тогда мы можем, например, анимировать объект. Вот так вот у нас будет крыша. Привет. И скоро станешь архитектором виртуальной реальности. Да, то есть таким образом анимируются на самом деле многие объекты. В том числе и в интерьерах. То есть можно анимировать открытие. Различные способы работы. Мебель и многого другого. То есть роботы анимируются. В принципе, там какие-то механизмы. Все достаточно просто за счет этих пивотов. И за счет вот этой анимационной шкалы. Вот, да. Мне пока этого не надо делать. Я снова захожу в эффект пивотонли. Можем нажать на несколько раз на Ctrl-Z. Эффект пивотонли. Либо так центр. И снова вернуться в панель модификаторов. И немного поднять. Вот таким вот образом. Окей. И здесь нам может пригодиться панель слоев. То есть мы с вами в самом-самом начале вот эту панельку ее чуть-чуть удалили. Она у нас исчезла. Мы можем ее на время вернуть вот сюда же. Поставить вот таким вот образом. Только чуть-чуть. Чуть-чуть вот сюда вот. Вот эта панель, кстати. Ее можно закрыть. Она нам пока не нужна. Вот здесь мы видим. То есть среди этих уже на этой панельке мы видим все объекты, которые мы создали на данном этапе. Plane, Plane, Plane. Walls, Windows. Да. То есть, кстати, Walls лучше с маленькой буквы. Раз уж мы все с маленькой буквы называем. Окей. И вот почему выгодно называть все объекты своими именами. То есть вот этот мы можем Plane. Ну мы понимаем, что это Plane. Мы можем потолок назвать и так далее. То есть тогда нам комфортно будет работать. Но здесь в чем фишка? В том, что нам потолок, потолок можно перенести в отдельный слой. Вот эти все объекты у нас сейчас находятся в одном слое нулевом, в дефалте. Нам этот потолок можно перенести в отдельный слой и, например, пока заморозить, либо скрыть. Как это сделать? То есть у нас есть здесь инструменты. Мы чуть-чуть побольше сделаем. Вот так вот. Раздвинем эту панель. И у нас есть кнопка Create New Layer. При нажатии на эту кнопку и выделенном, да, у нас сейчас выделен потолок. При нажатии на эту кнопку и выделенном объекте у нас этот объект добавляется в новый слой. Давайте попробуем. Нажимаю на эту кнопку Create New Layer. И мы видим, что создается новый слой. И этот слой уже, вернее, объект. Давайте я нажму на Ctrl-Z. Нажму его потолок. Не помню. Давайте Top наш назову, да? Top. Верх. То есть мы можем его как крышу использовать. Посмотрим. Top. При выделенном этом объекте нажимаю на создание нового слоя. И в этот слой сразу, в новый слой переносится выделенный объект. Теперь мы можем назвать слой, например, ну, так же Top. Топ-топ. Топает малыш. И можем вскрыть, например, да? Глазик убрать. И вы видите, что у нас пропадает этот объект из слоя. Можем, например, заморозить, поставить здесь снежинку, и он становится серым. И многое-многое другое. То есть все достаточно просто и быстро. Я пока просто, ну, давайте, скрою. То есть я глазик убираю. Возвращаюсь в этот дефолтный слой. Активирую его. Для этого нужно нажать на этот маленький-маленький значок. Это активация слоя. И, соответственно, все объекты, которые у нас будут создаваться, например, сферу я сейчас создам, он будет создан уже вот в этом начальном слое. Можем создать, знаете что? Мы можем создать еще один слой, например, фурнитура, то есть мебель, да? Давайте пока удалю сферу. И создам пустой новый слой. Нажимаю на плюсик. Без выделенных каких-либо объектов в сцене. Нажимаю на плюс. Создается новый слой. Он пустой. И здесь напишем фурнитура. Фурнитура. Окей. И вот в этом новом слое теперь все объекты будут создаваться. Те новые, которые мы сейчас будем разрабатывать, с которыми будем работать. И, соответственно, рядом с ним появляется вот этот маленький зелененький значок. Вот, в принципе, у нас готов практический интерьер, да? Ничем не отличается от того, что у нас здесь есть. Мы можем двигать, да? Сразу скажу. Мы можем двигать уже готовые вот эти созданные точки. Перейти просто в редактирование точек. Выделить вот здесь. Выделить. Перейти в окно проекции топ. Топ. Да, для чего нужны вот эти проекции. Перейти в окно проекции топ-T и Z. Горячая клавиша. Можно нажать на F3 для того, чтобы продемонстрировать уже залитый режим. И, например, расширить немного, да? Масштабированием. Вот таким вот образом раздвинуть. Вы видите. Раз, раз. Раздвигаю. Или подвинуть немного вправо-влево, да? Право. Я пока вот так. Либо просто точки выделить. Влево. Это тоже влево. Все так вот на глаз. Можно все это подстраивать. Я пока масштабированием, чтобы это все было пропорционально и равномерно двигаю. Окей. Получаю вот такой вот результат. Сейчас нам необходимо приступить уже к созданию мебели. По поводу, кстати, еще потолка. Хотел что сказать. Давайте приоткроем его. Здесь у нас созданы лишние точки. Вот они. Они пришли непосредственно из вот этих ребер, которые мы создавали. Можно было, вообще желательно было от-детечить потолок сразу. Да? Но функция detach, она может вам, вы могли сразу не понять, да? То есть, когда мы создали ребра, когда мы создали полигона, и вы понимаете, зачем нужен detach. Вот поэтому я в такой последовательности показывал. Вообще желательно сразу от-детечивать, для того, чтобы этих точек не возникало. Но если вдруг они появились, то ничего плохого. В данном случае вы последовали за мной, да? И опять же покажу еще один способ редактирования объекта. Это удаление точек. Мы можем с помощью delete, да? То есть, выделить вот эти точки. Нажать на, вот здесь найти удаление. Remove. Вот он, remove. И удалить выделенные точки. Все. Теперь у нас этот объект пустой. Без лишних точек. То есть, 4 точки по периметру. Никаких лишних элементов, никаких лишних объектов. И мы можем вскрыть этот слой и продолжить работу с коробкой. Что еще мы можем сразу сделать? Раз уж мы пока за коробку взялись. И пока ей уделяем внимание. Мы видим, что у коробки внутри черный цвет. Здесь есть два выхода. Да? Черный цвет говорит о том, что нормали. Так называемые нормали. Они вывернуты у этого объекта. Но мы не будем погружаться в эту, сейчас в это направление. Единственное, что скажу, мы можем сделать следующее. Опять же, два способа. Два способа продемонстрирую. Во-первых, выделяем объект. Давайте перейдем непосредственно в сам бокс. Выделяем объект. И нажимаем Flip Normal. То есть, мы здесь ищем функцию Flip. Вот она. И флипуем. То есть, у нас получается, что снаружи теперь объект черный. А внутри он вот такой вот светлый. Можем пойти более простым путем. И применить модификатор Shell. Раковина, да? То есть, толщину задать данному объекту. И в итоге у нас будет совсем небольшая толщина. И тем самым мы сразу нормали. У нас нормали будут направлены и во внешнюю среду, и во внутреннюю. Нажимаю вот на этот модификатор, который мы добавили уже на панель. И у меня задается толщина. Единственное, что нам необходимо изменить эту толщину. По умолчанию у нас стоит 1 мм. Я могу поставить 100. 100 мм. Единственный минус этого модификатора в том, что происходят вот такие вот исправления. Не исправления, а изменения. Изменения вот этих вот углов. Углов именно. Мы можем здесь воспользоваться функцией, которая называется Stretching Connors. То есть, держать углы и в итоге получить вот такой результат. Но в любом случае небольшое. Вот видите, нарушение сетки при применении этого модификатора есть. Да, вот если мы посмотрим вот на эти направляющие. Вот они. Но это ничего страшного. В этом ничего страшного нет. Да, самое главное, что мы уже вот получили такой вот результат. Можем уменьшить. Чуть-чуть поменьше поставить, например, 20 мм. Да. Ой, я и 200 поставил. 20 мм. Тогда это воздействие будет еще меньше, более аккуратно. Либо пойти тем путем, который я показал первым. Flip Normal. Тогда толщины у нас не будет. Еще раз повторяю, что это именно набросок. То есть, у нас нет чертежей самого помещения. Мы могли создать чертеж. Мы могли все это поднять. Мы могли там очень много разных способов. Но мы пока действуем вот таким достаточно простым и быстрым. То есть, мы получаем вот такой вот объект. Здесь, смотрите, у нас происходит мелькание. Видите, у меня в веб-порте мелькание происходит. Что-то это из-за толщины. Из-за небольшой толщины объекта. Это мелькание можно устранить тем, что перейти в окно проекции перспектива. Топ, например, в ортогональное окно. И из него повращаться. То есть, нажать на Alt и колесико мышки повращаться. И вы видите, что у нас окно преобразуется. Название окна преобразуется на то, которое мы пока еще не знаем. Ортографик. И мы, соответственно, не видим никаких артефактов. В этом окне без перспективняк, как опять же у меня студенты называют, нет перспективы и, соответственно, нет никаких нарушений. В нем тоже можно работать. Ничего страшного не будет. Я пока отключу. Видите, что рядом с модификатором можно отключить глазик. Отключаю глазик. Можно даже пока удалить Shell. И я первым способом флипую. То есть, я думаю, что пока лишние полигоны нам не нужны. Нажимаю на Flip. У нас создается вот такой объект. Вот он, да. Мы можем уже зайти внутрь интерьера. И нет никаких артефактов, что немаловажно. То есть, мне не нужно вам еще раз будет показывать, как переходить в ортографик. То есть, пока мы будем работать без толщины. Вот она композиция. То есть, мы можем уже здесь зайти, к примеру, пододвинуться чуть-чуть. И посмотреть, как он будет выглядеть изнутри. К примеру, да. То есть, вот. Позже мы будем выстраивать камеры. Позже мы будем все это настраивать. Теперь что давайте сделаем. Поработаем с окном. Сохраним. Не забываем сохраняться. Я нажимаю на горячую клавишу Ctrl-S на клавиатуре. Также можно сохранить следующий этап. Файл Save As. Здесь нажать на плюсик. И у нас автоматически создается следующий этап для нашей сцены. Теперь создадим рамы. Мама мыла раму. Сколько у нас их здесь? Давайте посмотрим. Можем здесь смотреть. Можем смотреть непосредственно в самой сцене. Мы можем разбить раз-два. И здесь можем разбить... То есть, у нас получится... Я вот не пойму. Это штора, либо это все-таки что-то другое. Но предположим, что это будет именно структура окна. Создадим раз-два-две направляющих по вертикали. И раз-два-три-четыре-пять-шесть. Например, создадим шесть по горизонтали. Можно скопировать. Shift-ом прижимаю. Тяну за ось Y. Окей. Для того, чтобы на всякий случай оставить этот объект нетронутым. И на этом объекте мы начинаем работать. Вы видите, что он уже в Edit-поле. Так как мы его детечили, отсоединили от предыдущего, он уже находится в редактировании полигонов. И он потерял свою нативность. То есть, он потерял фактически родительский объект. Поэтому мы сразу можем начинать работать с его под объектами. С точками, ребрами и полигонами. Но я вам советую еще применить Edit-поле для того, чтобы сохранить историю. Чтобы сохранить опять же нативность этого объекта. И тогда вот эта копия, она в принципе и не нужна. Но на всякий случай, да, мало ли вы сконвертируете, например, Edit-поле. Либо случайно удалите. Либо еще что-то сделаете. Поэтому я вам советую оставить все-таки его в виде копии. Вот таким вот образом я создал, да. Здесь можно его расширить. А то есть, у нас чуть-чуть шире получилось окно. Вот поэтому, видите, я изменил, да, чтобы вам продемонстрировать. Но придется подгонять мне потом по ширине окно. Но в этом ничего страшного нет. Вот и это тоже. Это тоже. Давайте сначала подгоню. Давайте сначала подгоню. В окне проекции Top. Отмасштабирую. На уровне полигона желательно это сделать. На уровне полигона перехожу и масштабирую. Вот таким вот образом. Пусть чуть-чуть он даже заходит. Ничего страшного, да. За границей будет заходить. Чтобы свет не проникал. Это даже лучше. И теперь я его разбиваю на несколько ребер. Можно перевести это окно в изолированный режим. То есть, изолировать из всей вот этой общей сцены, в которой у нас находится много элементов. Как это сделать? Нажать на горячую клавишу Alt-Q на клавиатуре. Либо найти замочек на нижней панельке рядом с координатами объекта и нажать на него. Прошу прощения, не замочек, а вот эта функция Изолейт Селекшн. Я пользуюсь все время горячей клавишей Alt-Q. Вот она, да. Я в изолированный. Вот она функция. Соответственно, с помощью нее можно ввести объект в изолированный режим, либо вывести. Но я советую пользоваться горячей клавишей. То есть, горячей клавишей вводим объект в изолированный режим. Выводим с помощью вот этой клавиши. Потому что Alt-Q уже не сработает. Вот она. Замочек это мы позже будем запирать. Координаты чуть-чуть не то. И еще раз повторяю. Советую запоминать горячие клавиши. Так вот. У нас получилось окно. Перевожу его в изолированный режим. Перевожу его в окно проекции Front с помощью горячей клавиши F и горячей клавиши Z на клавиатуре. Беру, активирую уровень ребер. И выделяю вот эти верхние ребра. Верхние и нижние. С помощью обычного перемещения. Вот таким вот образом. Видите, я прижимаю левую клавишу мышки. И перетаскиваю сверху вниз. Выделяя оба этих объекта. И теперь я снова нажимаю на Connect. На табличку рядом с Connect. И вот таким вот образом разделяю. Давайте посмотрим. Вот они, да? Пропорционально разделены. Окей. Разделили. Теперь нам необходимо их разделить еще на несколько. Задать определенную толщину. Но давайте прежде чем это делать, зададим толщину всему нашему окну. Это сделать можно с помощью функции, которая называется Chamfer. Мы переходим на уровень полигонов. Переходим на уровень полигонов. У нас уже весь полигон выделен. Вот таким вот образом. И нажимаем на функцию Chamfer. Нет, не Chamfer. Прошу прощения. Insert. Функция Insert. Нажимаем на табличку рядом с Insert. И вот таким вот образом мы создаем внешнюю раму. Давайте сколько создадим? Я думаю, что 30. Даже, ну пусть 30, да. 30 будет вполне достаточно. Нажимаем на ОК. И то же самое мы теперь делаем на уровне ребер. Вот с этими ребрами. Переходим на уровень ребер. Выделяем только вот эти еще верхние ребра. Вот эти. С Control, да? С Control, с Control. С Control. Я перемещаюсь с помощью колесик и мышки. И вот здесь мы задаем как раз Chamfer. Нажимаем на табличку рядом с Chamfer. Вы видите, что фактически похожие функции, они работают на разных уровнях. На полигонах одно. На уровне полигонов одна функция, на уровне ребер чуть-чуть другая. Но смысл примерно похож. Да? То есть мы создаем подобъекты. Мы углубляемся в подобъекты. Теперь мы здесь тоже задаем 15. Почему 15? Потому что 15 плюс 15 равно 30. У нас идет откладывание в обе стороны. То есть у нас ребра. Ребра раздваиваются, да. Раздвоение идет и вправо, и влево. Поэтому мы задаем здесь 15 и нажимаем на ОК. Здесь же мы можем перемещать эти ребра, все что угодно делать в настройках. Нажимаем ОК. Теперь мы выделяем вот таким вот прямоугольным выделением вертикальные ребра. И нажимаем на Connect. Вот здесь мы нажимаем на Connect. И разделяем на 6. На 2, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. ОК. И снова создаем Chamfer. Единственное, что вот здесь вы видите. Из-за того, что у нас есть вот уголки. И мы создали с помощью инса, это уже внутренний полигон. У нас создаются такие элементы. Исправить это можно с помощью обычного масштабирования. То есть мы нажимаем на инструмент масштабирования. И за ось Y, да, вы видите, что я во франте работаю в окне. Франт, в ортогональном окне. И за Y я тащу. Да, смотрите, что я делаю. Я тащу вниз. Я как бы привожу к одному знаменателю. То есть я все ребра, и крайние, и средины я привожу к одному знаменателю. Вот таким вот образом я масштабирую. И у нас получается абсолютно ровная линия. Получили. Теперь что нам необходимо сделать? Правильно. Chamfer. Я надеюсь, что вы не запутались. То есть мы фактически ходим по кругу. То есть мы используем одни и те же инструменты. Мы используем одни и те же подуровни. Только на разных примерах. Углубляясь в создание, в разделение, разделение вот этих вот объектов на подобъекты. Теперь я активирую инструмент Chaffer. Нажимаю на табличку. И в принципе у нас уже здесь параметры заданы. Мне остается нажать на галочку. Создали. Есть отдельные инструменты по созданию окон. Есть, опять же, возможность с помощью чертежей создавать окна более точно. Есть разные способы. Например, вы могли бы разрезать сначала вот эти ребра. И вертикальный, и горизонтальный. Потом Insert применить. Можно сделать следующее. Давайте я вам покажу еще один вариант. Для того, чтобы вы в голове уже начинали разные подходы использовать. То есть, к примеру, я сейчас скопирую. Давайте выйду из изолированного режима. Скопирую это окно. Раз уж я то удалил. Копирую его. Удаляю у него Edit поле. То есть возвращаюсь к исходному размеру. Фактически. Вот он. Единственное, что нам нужно будет опять же настроить. Давайте я настрою. На уровне полигонов я настраиваю ширину. Предположим, она будет такая. Я примерно. То есть, я это окно фактически уже не буду использовать. То есть, я вам покажу, как мы могли бы поступить. Как мы могли бы пойти. Каким бы путем. Снова перевожу в изолированный режим. Вот давайте на этой стороне поработаем. Активирую. Активирую ребра. Выделяю вертикальные ребра в окне проекции Front. Но по Front, видите, темные. То есть, нам желательно повернуть объект тогда. Я буду в перспективе вам показывать как аналогию. Выделяем вот эти вертикальные ребра. И нажимаем на Connect. И разделяем на 2. Так, нет. У нас вертикальные мы должны выделить. Да, вертикальные выделяем. И разделяем на 2. Окей. Теперь мы выделяем. Выделили сначала горизонтальные. Разделили на вертикальные. Теперь вертикальные мы все выделяем. И разделяем на горизонтальные. Нажимаем на Connect. Вот уже начинаю немного заговариваться. И разделяем на 6 ребер. окей и уже после этого уже после этого мы можем произвести inset перейти на уровень полигонов все полигон у нас выделены и inset здесь есть два способа есть две функции inset нажимаем на табличку рядом с inset и вот здесь мы можем выбрать смотрите то есть если мы просто сейчас зададим то у нас как раз получится то что мы сделали в первом варианте нас получится только внешняя рама если мы в выпадающем списке вот здесь выберем by полигон по полигона то у нас будет вот такая вот такой вот результат у нас каждый полигон каждый полигон будет внутрь вдавлен и будут созданы под уровне я не очень люблю этот способ потому что создаются вот такие лишние элементы да вот сравните сейчас выйду из изолированного режима вот этот объект и вот это да здесь ровненько и здесь вот я вам показал два способа два способа давайте перенесу вот они посмотрите на разницу здесь звездочки есть здесь звездочек нет мне больше нравится этот способ далее мы можем например создать создать полноценное окно из этого объекта ну и в принципе завершить моделирование на этом этапе я думаю что в качестве домашнего задания вам вполне будет если вдруг что-то не получается просто пересматриваете урок либо пишите на мы подскажем чатах мы подскажем достаточно быстро что не так главное прикладывать еще скриншоты как мне создать раму да я думаю что вы уже представляете нам необходимо перейти на уровень полигонов выделить вот эти все внутренние полигончики выделяем внутренние полигончики их что делаем дт чем то есть я с control он сейчас выделяю все полигоны вот они выделены нажимаю на клавишу дт то есть у нас это будет стекло нажимаю на дт окей вот она стекла можем даже чуть-чуть его я сейчас специально его чуть-чуть выдавлю вот она стекла до стекло можем его задать например ему задать синий цвет положим да а вот этому объекту вернуться вернуться выделить этот объект на этом объекту задать модификатор shell нажимаю на shell и задаю толщину принципе здесь уже галочка стоит stretching коннерс у нас получается вот такая рама все замечательно окей этому стеклу мы тоже можем задать небольшую толщину для того чтобы у нас чернота ушла он стал синим с обеих сторон задаем модификатор shell только меньше не 20 например от 3 миллиметра да и мы получаем вот такую раму вот такой вот объект у нас получился теперь если мы выходим из изолированного режима у нас получается следующий результат все достаточно просто и быстро самое главное сейчас попрактикуйтесь самое главное попробуйте вот эти различные методы методов на самом деле намного больше вы потом сможете им играться играться как жонглер да то есть представьте что у вас достаточно большое количество шариков в руках пока вы жонглировать можете одним либо двумя до после практики сможете через некоторое время вы уже сможете жонглировать десятью этими шариками еще больше еще позже вы сможете жонглировать двадцатью да вот я сейчас владею порядка двадцатью программами не просто инструментами которые вот здесь указаны в программе а именно самими программами а внутри них уже всеми всеми основными инструментами которые мне необходимы для работы и 3d max и корона и в рейс и браш анри лэнджин substance painter substance designer marvel с дизайнер и так далее то есть программы которые необходимы для работы в различных сферах для реализации виртуально-интерактивных туров для реализации цифровой скульптуры и так далее и вы начнете жонглировать немного терпения немного практики и совсем скоро вы сможете уже создавать абсолютно любые объекты мы сейчас чуть-чуть растягиваем ведь я вам стараюсь очень очень подробно показывать те или иные функции которые мы именно вот сейчас используем и у вас не получится не может если вы просто чуточку чуточку усилий чуточку времени добавить и совсем скоро вы получите вот эту сцену такую же сцену не забывайте сохраняться файл с с нажимаем на плюсик сохранили этапы и уже будем приступать к созданию следующих элементов из этой сцены я думаю что коробка вам понравится да то есть вы уже себя почувствуете творцом в какой-то степени да когда мы начнем создавать элементы вот в этой виртуальной реальность кресла лампы то вы вообще будете впечатлены оставайтесь в рамках марафона до скорой встречи с вами был ивановский никита увидимся совсем скоро жду от вас домашнее задание без домашнего задания не будет движение вперед пока пока